Мода барышня ветреная и непостоянная. Тренды сменяют друг друга с немыслимой скоростью и зачастую то, что было модно в этом сезоне, в следующем году может стать самым, что ни на есть антитрендом. Модными бывают не только определенные вещи, фасоны или цвета, но и принты, и об одном из них сегодня и пойдет речь. На протяжении всей своей истории он был и признаком статуса, и инновацией, и жарким трендом, и даже символом вульгарности. И вот в последние годы переживает свое возрождение и возвращается в гардероб модниц. Леопардовый принт берет свое начало за много тысячелетий до нашей эры в загадочном древнем Египте. Тогда накидки из шкур зверей носили только жрецы и фараоны, тем самым подчеркивая свой статус и отличие от остальных людей. В Лувре даже можно увидеть древнюю стелу с изображением принцессы Нефрид и Абет, которая одета в нечто напоминающее длинное платье-футля, раскрашенное под леопард. С древних времен звериный окрас символизирует образ бесстрашного охотника и добытчика. Шкуру убитого зверя носили как трофей. Именно поэтому этот атрибут так был любим многими монархами и аристократами, тем самым они подчеркивали свой статус. Первая волна популярности приходится на 20-е годы. В те сложные времена мода претерпевает некоторые изменения, собственно, как и образ женщины. На фоне Первой мировой войны дамы перестают быть просто красивым украшением своих мужчин. Они начинают бороться за свои права, работать и вести достаточно вольный, по сравнению с предыдущими годами, образ жизни. На смену тугим корсетам и опасным для жизни эс-силуэтам приходят свободные N-образные платья. Роскошные прически сменяет короткая стрижка. В моду входят отвязные вечеринки, свободная любовь и чарльстон. Эталоном красоты и стиля в то время считается образ субтильной девочки, очень напоминающим мальчика, или, как это назвали бы тогда, а-ля горсом. Не стоит забывать и о том, что война повлияла на соотношение мужского и женского населения. Девушкам приходилось бороться за внимание мужчин, в ход шли различные ущищрения. От яркого макияжа, кстати, именно в то время в моду входят густо накрашенные черным глаза и красные губы, до привлекающей внимания одежды. Одним из таких элементов являлся мех леопардовой расцветки. Во-первых, это дорого и роскошно, и даже небольшая полосочка такого меха на наряде заставляла его обладательницу чувствовать себя на миллион. Во-вторых, он был частью образа раскрепощенной девушки, которая любит веселиться, танцевать Чарльз Тон и курить сигареты. В 30-е годы леопардовый принт продолжают носить, несмотря на великую депрессию и экономический кризис. Дамы, что побогаче, носят натуральный леопард, те, что победнее, красят кролика. Какой у вас прекрасный мех. Но. Нет, я серьезно. Мексиканский тушка. Быть этого не может вас обмануть, вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Видите, как мех играет на солнце? Янтарь. Но настоящую популярность этот принт приобретает в 50-е годы, и все благодаря Кристиану Диору. В одном из предыдущих роликов я рассказывала о жизни и творчестве великого кутюрье, так что если не смотрел, обязательно посмотри, ссылку оставлю в описании. Он включил его в свою дебютную коллекцию New Look. Главной инновацией Диора было то, что он использовал не мех, а ткань, выкрашенную под леопард. Считается, что сделал он это вдохновившей своей музой Мицей Брикар. Сам же Диор назвал этот рисунок джунглей и выпустил своих манекенщиц во главе с той самой Мицей Брикар на подиум в леопардовых нарядах. Также леопард распространяется и на коллекции нижнего белья и купальников. Особенно отличился в этом американский бренд Ventifair. Они первыми выпустили коллекцию нижнего белья с этим хищным принтом. Таким образом, уже к концу 50-х, благодаря сочетанию бельевого стиля и звериного принта, за леопардом плотно закрепляется ассоциация с женской красотой и сексуальностью. Пособствовало этому еще и то, что такие предметы гардероба начали появляться на картинках в стиле пин-ап, таких популярных в то время. Ну и, конечно же, популяризация этой роскошной шкурки посодействовал и кинематограф. Как же иначе? В 1953 году Мерлин Монро в культовом фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» появилась в муфте и накидке под леопард. А позже, в 1963 году, Одри Хэбберн, еще одна знаменитая актриса и кумир поколения, в фильме «Шарада» появилась в леопардовой шапке от Джованши. Мы не раз говорили о том, что самые влиятельные женщины своего поколения двигают модную индустрию, будь то певицы или актрисы, активистки или политические деятели. В 60-х годах такой иконой стиля является первая леди США Жаклин Кеннеди. То, в чем она появлялась на публике или в объективах папарацци, тут же становилось горячим трендом и предметом вожделения всех женщин. Так случилось и с оставшим культовым леопардовым пальто. Историки моды даже внесли его в топ-10 самых знаковых нарядов Жаклин. В этот список, кстати, попала и сумка Хоба Джеки от Гуччи, о которой я рассказывала в одном из предыдущих роликов. Ссылку, как всегда, оставлю в описании. В 1962 году Жаклин Кеннеди появилась на публике в леопардовом пальто, созданном специально для нее дизайнером Олегом Кассини. Этот выход вылился в настоящую катастрофу. Привело это к тому, что буквально в течение нескольких лет около 250 особей леопарда было истреблено, что впоследствии привело их к попаданию в Красную книгу. Сам моделер больше никогда не касался искусственного меха, став практически первопроходцем в работе с искусственными материалами. В 1973 году в США вышел закон, запрещающий ввоз и продажу шкур леопарда. Однако уровень браконьерства по всему миру по-прежнему оставался крайне высок. Сама Жаклин Кеннеди после очень сильно раскаивалась в том, что надела это пальто. В 70-е годы ознаменовались появление многих субкультур. Одной из таких были панки, зародившиеся в Лондоне. Все это случилось на фоне растущей безработицы. В обществе царила атмосфера социальной безысходности. В 1975 году в лондонском колледже искусств Сент-Мартин дала свой первый концерт группа Sex Pistols. Точнее, они исполнились в его пять песен, после чего перепуганный сотрудник колледжа отключил электричество, чтобы хоть как-то прекратить это безобразие. С этого момента в Англии в частности, да и во всем мире целиком, началась панк-революция. А главной идеологией становится пропаганда личной свободы и анархии. Именно тогда многие панки начинают выбирать леопарда и уприн на знак протеста на то, что такой рисунок в обществе становится признаком дешевизны. Если все холеные и прилизанные богачи говорят, что это безвкусно, значит это именно то, что нужно носить протестной молодежи. Примечательно то, что теперь его выбирают не только женщины, но и мужчины. Вспомнить хотя бы леопардовый жилет Сиды Вишеса, который он носил на голое тело, комбинируя это с косухой. На смену 70-м приходит самая противоречивая, дерзкая и одновременно прагматичная декада 20 века. Историю десятилетия контрастов пишет поколение Икс. Неформальный взгляд молодежи, их прагматиз, самостоятельность и независимость – вот все то, что определяет вкусы поколения 80-х. Поэтому в моде этой эпохи успешно соединяются на первый взгляд абсолютно несочетаемые вещи. С одной стороны работающие бизнес-леди выбирают классические скульптурированные костюмы с такими модными в то время гигантскими плечами и с выверенные до иголочки смокинги. А с другой стороны балом правят яркие, обтягивающие неоновые боди, блестки и, конечно же, он леопард. Именно в 80-е годы появляется огромное разнообразие анималистичных принтов, и они постепенно переходят из гардероба протестной молодежи в повседневные образы модниц. Но настоящим расцветом леопарда по праву можно считать 90-е. Продолжая тенденцию предыдущего десятилетия, мода остается противоречивой и разнообразной. Этого вектора придерживается и леопардовый принт. Его все так же продолжают выбирать представители рок-тусовки, взять хотя бы фотосессию кумира молодежи Курта Кобейна, на которой он предстает перед нами в леопардовой шубе, шапке, ушанке и в ультрамодных солнечных очках в белой пластиковой оправе. Кстати, очки такой формы благодаря гранж и коне моментально стали популярными тогда, и сейчас, спустя 20 лет, остаются на пике популярности. А какие еще оправы модные в этом сезоне, обязательно смотри на моем канале, ссылка в описании. Не отставала от него и его эпатажная подружка Кортни Лав, которая также была уличена в любви к этому принту. Наравне с андеграундом леопард просачивается в поп-тусовку, становясь одним из главных символов гламура. Так, в 1995 году Мадонна появляется на презентации своего альбома Bad Time Story в пальто леопардовой расцветки и ярким макияжем с акцентом на красную помаду. И, конечно же, интерес к этому тренду подогревает то, что его выбирают самые красивые и влиятельные женщины своей эпохи. Так, например, после того, как папарацци сделали снимки Леди Дианы в леопардовом слитном купальнике, на пару с которым шло такое же парео, популярность этого принта и вовсе улетела в стратосферу. В разрешении всего, побродив по закоулкам субкультур, леопардовый принт как будто бы вспоминает, что пришел он к нам из мира высокой моды. Таким образом он вновь начинает штурмовать подиумы. В 1991 году выходит осенне-зимняя коллекция «Аззаедина Аллая». По подиуму ходят самые известные модели того времени – Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлинган, Линда Евангелиста. Девушки примерили на себя леопардовые тотал-луки, а сама коллекция произвела фурор в мире моды. Она сочетала в себе безумие, сексуальность и красоту. И, конечно же, когда мы говорим о леопардовом принте, мы не можем не вспомнить знаменитое итальянское трио, а точнее квартет Роберто Кавали, Джанни Версачи и Дольче Габбана. Кавали и вовсе прозвали королем леопардового принта за его любовь к этой расцветке. Анималистика вообще занимает особое место в его коллекциях. Едва ли мы найдем хотя бы одну, в которой не было бы питона, тигра или леопарда. В работах итальянского кутюрье всегда совмещаются шик, гламур и изысканность, дерзость и желание быть свободными от условностей. И неудивительно, что звериные принты так гармонично вписываются в эстетику этого бренда. Для других представителей итальянского гламура леопард и вовсе стал одним из элементов ДНК бренда. Сложно представить стиль Дольче Габбана без этого яркого и провокационного элемента. В этом цветовом решении бренд выпускает не только одежду, но и домашний текстиль и даже предметы интерьера. А Джанни Версачи и вовсе возводит его в абсолют, дополняя такие наряды металлическими элементами непременно цвета золота. В начале 2000-х в моде беспощадный гламур, эпоха блондинок в шоколаде и обнаженного тела. Кажется, все тогда делается исключительно с одной единственной целью, чтобы привлечь в себя как можно больше внимания. Одновременно с этим такие принты выбирают и первые леди государств. Так, например, Мишель Обама появилась на публичном мероприятии в кардигане в Крапинку. С одной стороны подчеркнув изначальный элемент его статусности, а с другой стороны сделав его ближе к народу. Затем наступит период, когда анималистика будет считаться верхом пошлости и бескусицы, а на подиумах и в гардеробах модниц будет царить его величество минимализм. Однако этот период продлится недолго, и уже к концу десятых этот принц вновь начнет рываться как на подиумы, так и в повседневную жизнь. Сегодня Леопард вновь на пике популярности. В каждой коллекции любого бренда вы непременно найдете хотя бы 3-4 вещи в этой модной расцветке. В ней делают все, аксессуары, сумки, обувь и конечно же одежду. Стилисты предлагают носить как тотал луки с этим принтом, так и использовать его как акцент. Однако, несмотря на все это, многие по сей день считают Леопард признаком бескусицы и искренне не понимают, как и с чем его носить. Мир разделился на два лагеря, одни считают его символом шика и статусности, а другие не наденут его даже под дулом пистолета. И в общем, наверное, и те и другие правы, ведь нет универсального ответа на вопрос, носить или не носить Леопард. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что мода циклична, и мы с вами еще не один раз увидим возвращение этого пятнистого рисунка. А что будет дальше, как всегда, покажет история. Ну, их как бы модных домов три, а человек четыре, получается. Я самался, когда писала, сломалась. Я сейчас написала модное три, а потом думаю, так, их же четверо по итогу, сейчас начну перечислять. Четверо. Да. Да.